МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Азов.Инфо в студии Александр Истомин. О главных событиях дня в материалах наших корреспондентов. Сейчас хочется сказать, конечно, всем родителям, детям, учителям, директорам большое спасибо. Подведены итоги акции «Дети вместо цветов». Уйди отсюда! Не пей, я сказала. Не пей! Женщина! Люди стреляли дорогу. Нормально. Проблема установки заборов встала перед собственниками двух домов. Экс-депутат Азовской городской думы и глава Ассоциации производителей танкостроительной продукции Георгий Самодуров арестован в Москве. Проблема установки заборов во дворах многоквартирных домов не раз освещалась в наших новостных сюжетах. Люди стараются огородить свою территорию и обезопасить себя от случайных людей, шумных компаний, сидящих на лавочках возле подъезда, а также чужих припаркованных автомобилей. Не избежали подобной ситуации собственники дома номер 30 по улице Ленина. Подробности в следующем сюжете. Жители дома номер 30 по улице Ленина обеспокоены строительством забора, который планируют поставить собственники жилого дома по улице Социалистическая, 62. По словам Валерия Литинского, в этом случае к ним не смогут проехать ни пожарный расчет, ни скорая помощь. Мы сейчас обеспокоены тем. Первое – скорая и второе – пожарная. Вот эти две. Остальное мы выйдем куда угодно. Ну, пройдем здесь, мимо здания, там выйдем и так далее. Это не столь важно. То есть вам сказали, что закроют проход? Нам сказали, что закроют там все проход, как говорится, и все. То есть скорая пожарная будет заходить вот сюда, понимаете? Но там же девятиэтажка, там могут поставить машины. И первый подъезд, второй, третий могут зазеваться кто-то. А может быть поставить, понимаете, тот, который вообще в Азове приехал, допустим, в гости, понимаете? Он не знает еще наших тут правил. Он поставил там машину и все. Из-за него пожарная суда не дойдет. Возмущению жителей не было предела. Одна из собственников жилья дома номер 30 пыталась не допустить специалистов к ремонтным работам. Уйди отсюда! Не пей, я сказала! Не пей! Женщина! Люди снимали дорогу. Нормально. А вы берете... Мы сейчас вызовем в скорую, вас отправят, вы к нам. Дом здесь нормальный. И один, и другой. И на тебе. Она огораживается. Кто позволил вам это делать? Кто? Да это вообще безобразие какое-то. Не надо. Это вы договаривались. Это вы деньги собирайте. Но это не мы с вами договаривались. Чтобы разобраться в создавшейся ситуации, мы обратились за комментарием к старшему по дому 62 переулка социалистического. Наш дом выиграл тендер по благоустройству двора. Благоустройство двора, как видите, проведено хорошо. Но появилась большая проблема. Все машины соседних дворов стали парковаться у нас. Это мешает и проезду скорой, это мешает всему остальному. Мы решили огородиться, но перед этим мы просили соседний двор совместно поучаствовать и в благоустройстве, и во всем остальном. Они резко отказали нам. Поэтому мы решили поставить забор, оставив им сквозной проезд, причем метров семь своей территории, своей дороги, мы отдаем им для проезда пожарных, скорых и так далее. Как выяснилось, поставить ограждение было принято как вынужденная мера, и все собственники жилья были единогласны. Я за то, чтобы двор огородить. Почему? Потому что после того, как сделали вот этот двор, у нас со всего города приезжают машины. У нас сделали стоянку, автобусы, маршрутки, вообще чужие машины, которые мы даже и знать не знаем. Мы приезжаем с работы, поставить машину нам негде. Поэтому мы за то, чтобы двор огородить. Что же касается самого забора, то жильцы дома 62 оставили проезд сквозным для служб быстрого реагирования. Ивана Пажельцева, Юрий Друзякин, Азов.Инфо. На прошлой неделе завершилась акция «Дети вместо цветов», благодаря которой были собраны денежные средства для детей с ограниченными возможностями. Подробности в сюжете Иваны Пажельцевой. В течение двух недель проходила акция «Дети вместо цветов» во всех школах города. Как отметила руководитель фонда «Будущее детям» Наталья Бреус, активное участие приняли общеобразовательные учреждения номер 3, 9 и 11. Они собрали наибольшее количество денежных средств. Сейчас хочется сказать, конечно, всем родителям, детям, учителям, директорам большое спасибо. Всего было собрано 85 тысяч рублей. Эти средства пошли детям-инвалидам. Ведяшка, который приобрел колясочку Денису. Эти деньги пошли пыдок для приобретения миостимулятора и гигиенических средств. Эти деньги пошли Бурлыцкой Даши на медикаментозное лечение и Ермолаевой Юли. Я всех благодарю и думаю, что в следующем году это будет более активная и более существенная акция для наших детишек-инвалидов, которые так нуждаются в нашей помощи. Денис Ведяшка с большим восторгом смотрит на свою новенькую коляску, которую мама купила специально для него на собранные деньги. Теперь малыш может с комфортом передвигаться по улицам города и наслаждаться прогулками. Мы для Дениски приобрели коляску. Детки, которые помогли, родители, которые помогли, учителям, всем огромное спасибо. У нас коляска. Нам она была очень необходима, так как нам надо передвигаться. Мы ездим в разные города на реабилитацию, так по городу мы передвигаемся. И нам без коляски никак. Эти коляски, они особенные для детей, так как есть подножки, абдуктор для того, чтобы спинка была ровненько. Ремни безопасности здесь также. То есть для ребенка это очень важно и очень нужно, чтобы он сидел правильно, чтобы он ехал правильно, чтобы голова у него была зафиксирована, чтобы ножки у него были зафиксированы. Это очень важно. Всем привет! Всем спасибо, кто нас помнит, знает, любит, поддерживает. И принимает вообще какое-либо участие в нашей жизни. Мы вам очень благодарны. Вот такой конверт нам принесли буквально вчера вечером. Очень приятно. Собирали информацию о том, что вообще требуется, чем можно помочь. Требуется много чего на самом деле. Но вот эти средства помогут нам приобрести миостимулятор для того, чтобы мышцы поддерживать в форме. Да, мы постоянно реабилитируемся, ездим на занятия, на платные, потому что бесплатные, к сожалению, нам малоэффективны вообще. И их очень мало. И в принципе, можно сказать, что это нам ничего не дает. Также оставшиеся средства мы используем на средства гигиены. Если кому-то интересно, чеки будут приложены и переданы в фонд. Также хочется сказать, вообще выразить всем людям огромную благодарность, кто участвует в помощи детям, таким, как наши. Это очень важно, потому что одному тяжело с этим справляться. На протяжении трех лет из-за врачебной ошибки Ярослав Пыдок прикован к постели. Но несмотря на это, его мама знает и верит, что ему можно помочь. В данный момент идет сбор денег на восстановительную операцию двух рук, на которую нужно 51 300 евро. Нам доктор ответил, что эта операция поможет убрать спастику, включить мышцы, включить нервные связи, чтобы они работали, чтобы они не мешали ему. И что он сможет самостоятельно что-то делать вообще сам уже руками. И посмотрят дальше, что можно сделать с ногами и вообще, в принципе, что они смогут чем помочь. Да, эта сумма огромная, но в настоящий момент мы собрали почти одну десятую часть, то есть около 400 тысяч. Благодаря сборам людям в соцсетях, небольшим организациям, которые размещают информацию о том, что Ярославу требуется помощь. Помощь. Если вам не сложно, не трудно, даже маленький взнос очень нам поможет. Ивана Пажельцева, Юрий Друзякин, Азов.Инфо. Завтра, 18 сентября, Ярославу исполнится 12 лет. Все желающие помочь мальчику могут перечислить денежные средства на дальнейшую реабилитацию. Реквизиты и номер телефона Елены Пыдок вы видите на своих экранах. В Москве арестован бывший директор Дон Прессмаша и экс-депутат Азовской городской думы, 64-летний глава станка инструмента Георгий Самодуров. По версии Следственного комитета России, еще в начале августа возбудившего уголовное дело об особо крупном мошенничестве, часть 4 статьи 159 УК РФ, Георгий Самодуров причастен к афере с хищением 25 миллионов рублей. Согласно фабуле обвинения, в 2010 году Георгий Самодуров обратился к одному из знакомых бизнесменов, попросив у него денежные средства в долг для вложения в развитие промышленной площадки, на которой работают связанные с ним предприятия «Зао Кузлит», «КПО», «ООО Дон Прессмаш Энерго» и «Азовский кузнечно-литейный завод». По версии Следствия, Георгий Самодуров не намеревался возвращать заем, а сами деньги направил на погашение долгов других своих бизнес-проектов. В ответ на требования рассчитаться, как утверждает потерпевший, Георгий Самодуров пообещал возбудить на него уголовное дело. Угроза оказалась реальной. И несколько расследований действительно были начаты. Закончилось все тем, что компания заявителя оказалась в процедуре банкротства. По некоторым данным, конкурсный управляющий и обнаружил забытый долг по векселян. Он обратился с заявлением ФСБ, оперативники которой провели проверку и передали собранные материалы в СКР. Сейчас обвиняемого проверяют на причастность к целому ряду других крупных афер. 16 и 17 сентября. В рамках восьмого тура мужской суперлиги по хоккейу на траве на домашнем поле хоккейный клуб Тана принимал сборную Санкт-Петербурга. О том, как проходили игры, в следующем репортаже. После продолжительного перерыва хоккейный клуб Тана вновь порадовал болельщика домашними играми. Соперником стали гости из культурной столицы нашей Родины сборная Санкт-Петербурга, которая занимает пятую строчку турнирной таблицы. И на восемь очков отстает от азовских мамонтов. Две победы на выезде могли бы сократить отставание соперника и усугубить положение азовских хоккеистов в дальнейшем, но уже первая воскресная игра показала, что такое положение дел не устраивает Тану. Результаты первого домашнего матча 7-2, в котором гости, открыв счет на 24-й минуте, получили шесть безответных мячей в свои ворота. До финального свистка соперники успели забить еще по одному мячу. Вторая игра по изобилию голов не стала менее насыщенной. Уже к 20-й минуте хозяева ввели в счете 4-0. ЧV2 в границе. Стоп. Дверь. 4-й минуты. Варивали. Настам. После двухминутного удаления, которое заработали игроки Тан и гости, распечатали ворота хозяев и десятью минутами позже сократили разрыв вдвое. Вторая половина игры прошла под натиском питерских спортсменов. Шквал атак посыпался на ворота Азовчан, но вратарская линия была надежно прикрыта Артемом Олейниковым, который сменил травмированного Ивана Ожерельева. Итог второй игры. 6-4 в пользу Таны. Команда выкладывалась, практически все, наверное, все из игроков оставили силы здесь на поле. Я больше чем уверен, что желание и рвение к победе было у всех. Ну, хоккей здесь на траве игра такая. Где-то не повезло, где-то еще что-то. Продолжили легнуть свою линию и, в принципе, под конец первого тайма отыграли два мяча и стало попроще где-то играть. Где-то удаление соперника позволили немного добавить. Ну, впрочем, вот так. Никто недоволен поражением. Поражение, оно всегда есть поражение. То есть здесь это не ничья. Тяжело комментировать по поводу доволен или недоволен. Понятное дело, поражением всегда недоволен. Игры сложились, слава богу, удачно для нас. Две победы, шесть очков. По качеству игры, конечно, недовольны. Тренера недовольны. Ну, как только что на тренера сказали, победителей не судят. Ну, в среду будем разбирать этих победителей. То есть, самой игры как таковой, к сожалению, не получилось. Хорошо то, что выиграли. Ну, будем работать, будем работать над ошибками. И думаю, ну, к следующим играм подготовимся лучше. У нас, к сожалению, основной вратарь Ваня немного травмировался. Но я думаю, это ненадолго восстановится. Ну, молодец Артем. Он вышел уже не первую игру. Он выходил в Свердловске, где мы одержали победу и сыграли в ничью. То есть, он там неплохо себя показал. И здесь молодец. Достойно заменил основного вратаря. Ему большое, конечно, спасибо. А по поводу провала. Ну, провал заключался в том, что у нас было, к сожалению, два удаления невынужденных. Ну, соответственно, мы играли в меньшинстве. Тяжело было. Ну, вот тут, наверное, и немного подсели. Да, и силы немного уже подустали немножко. Вот поэтому были немножечко такие провалы. Ну, хорошо, что все хорошо заканчивается. Кто следующий соперник? У нас Москва. Москву принимаем дома. Надеемся на лучшее, как обычно. Шесть очков в Копил Китаны позволят продолжить борьбу за попадание в тройку сильнейших. Следующие игры с московским клубом пройдут 22 и 23 сентября на стадионе села Кулешовка. Александр Стомин, Азов.Инфо. И это все новости на сегодня. Впереди прогноз погоды. Звоните и сообщайте нам интересную информацию по телефону 61554. Будем делать новости вместе. А я прощаюсь с вами. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Уровень воды в реке Дон на 43 сантиметра выше нулевой отметки. Температура воды в реке плюс 17 градусов. Атмосферное давление 765 миллиметров ртутного столба. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok